На площадь свободы в Сухуме к полудню стали сходиться те, кто поддерживает идею активистов о принятии поправок к антикоррупционному закону, а еще те, кто переживает за голодающих и не может понять причины бездействия парламентариев. Здесь можно было увидеть и представителей мира культуры, и ветеранов войны, и студентов, и в разные годы по-разному политически активных граждан. Всех объединила одно, 10-дневная голодовка Джансуха Адлиба, Асиды Кортуа, Ивана Ачба и позже присоединившихся к ним Алины Ачба, Марины Агарба и Боты Ажиба. Люди голодуют. Ситуация у нас патова. У нас есть исполняющие обязанности президента, у нас есть парламент, у нас есть вся система власти. Но она здесь не присутствует, к сожалению. Люди пошли на крайний шаг. Они рискуют своим здоровьем. Но мы не видим никого здесь. Мы хотим сказать всем, что пока здесь у нас 5-6 человек голодуют. Если мы не увидим перспектив, вынуждены будем, здесь гораздо больше людей сядут, но давайте не будем до этого доводить. Мы один народ, одна страна. И наши народные избранники, наша власть должна нас принять. По словам главного борца за принятие 20-й статьи Астамура Кокалия, депутаты пообещали в течение двух дней, включая сегодняшний, принять поправки инициативной группы, то есть выполнить требования голодающих. Сейчас, в данный момент, идет комитетское заседание, где мы еще раз прошлись по нашим общим поправкам, которые уже наизусть знаем и мы, и уважаемые депутаты. Первоначально закон рассматривался в чтениях как закон об обязательном декларировании должностными лицами и депутатами собственности и доходов. У нас, по сути, с депутатами видение, во всяком случае сейчас, одно. Мы изначально все эти годы предлагали меру наказания за незаконное обогащение должностными лицами, отстранение от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. Мы никогда не предлагали тюремные сроки, то есть если не вводить тюремные сроки, если не вводить конфискацию и на первых этапах ограничиться отстранением от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе, то никаких особых трудностей по введению этой статьи не будет. Давайте сохранять спокойствие и не устраивать психоз из этого. У нас парламентское комитетское слушание идет. Нам обещали, что завтра будет сессия, на которой закон будет принят. Если вас интересует... С нашими поправками. Вопрос решится в течение суток. И мы ждем. А кто лично обещал, кто с тобой? Илья Гуня, Инал Тарба, Каха Пертая, Лаша Ашубадокан. Из тех, кто вот 40 минут назад или 30 минут назад оттуда. Назвать митингово в привычном смысле слова, происходящее трудно. У собравшихся не было микрофонов, мегафонов и даже мысли куда-то передвигаться. Здесь звучали другие призывы и основания. В свой десятый день без еды Асида Корто находит в себе силы обратиться к собравшимся. Все, кто собрался, кто пришел, всех неравнодушных, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Этот клич мы не кидали. Вы изъявили желание прийти и поддержать нас во всем этом. Чтобы закон был принят от того, что мы будем кричать, орать, громить, крушить, ничего не изменится. Нам сказали, примут закон завтра. Обещали. Вы все это слышали сейчас. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Давайте не будем уподобляться им, которые бегут и ломают наш парламент каждый день. Давайте тихо, спокойно подождем. Если кто-то хочет остаться с нами до конца, не расходитесь, пожалуйста. Дожидайтесь результата. Стойте с нами спокойно. Вы своими вот такими выходками, выкриками, пожалуйста, не подводите нас. Мы тут сидим уже ровно 10 дней. У меня сейчас я последние силы собираю, чтобы до вас это донести. Пожалуйста, мы не должны поступать опрометчиво и глупо. Мы хотим, чтобы приняли закон, значит, мы идем по законному пути. Если наш уважаемый парламент, состоящий из 35 человек, не встанет нам навстречу, 9 тысяч голосов в подписи мы имеем, тогда мы сами тоже будем знать, что делать. Пожалуйста, давайте дадим им время. Они нас попросили, они нам обещали. Имена депутатов названы. Мы знаем, кого мы можем вытащить сюда, к нам на площадь. И каждый из них, я вам лично обещаю, каждый из них придет сюда, смотря вам в глаза, будет держать перед вами ответ. Среди выступающих были и совсем не привыкшие к уличным трибунам люди. Например, генеральный директор Абхазского драматического театра, дирижер Нодар Чанба. Он также пришел поддержать голодающих и выразить свою гражданскую позицию. Вопросов в нашем государстве очень много. Мы все вопросы сегодня не поднимаем. Единственный вопрос, который преследует голодающие уже 10 дней, и мы обязательно должны прислушаться. Другого варианта нет. Все вопросы мы не можем сегодня обсудить здесь. Поэтому я призываю вас всех успокоиться. Потому что в любом случае мы должны не на площади принимать какие-то законы. Я понимаю, что это совершенно ненормально, что в течение 10 дней парламент наш, который мы же избирали, не смог собраться и даже сегодня не смог собраться. Но есть надежда, что завтра они соберутся. И один день терпения, раз люди голодают и 10 дней терпят, и нас призывают еще один день, естественно, мы обязаны прислушаться. Борьба с коррупцией в Абхазии волнует и нашу диаспору. В Турции. Там, по словам ветерана Отечественной войны народа Абхазии Октай Чкотуа, есть граждане, готовые присоединиться к протестной акции на родине. Абхазии Октай Чкотуа, С призывом к спокойствию, мудрости и обдуманности обратился к собравшимся и тем, от кого все зависит, член Общественной палаты Эдуард Кверая. Абхазии Октай Чкота Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжился сбор подписей за принятие поправок в антикоррупционный закон. На момент съемки их было около 9 тысяч.